Он с вами живет или нет? А, старшего видел. С какой дочкой вы не общаетесь? С младшей. Почему? Потому что он, она не подарила то, что он это сделал, и приняла как-то его слово. И теперь он начинает с нами, считает, что у него... Сколько ей лет? Тридцать лет. Она не замужена. Она к нему привязана к отцу сильно. И она молится через жертву. Но она не общается с вами. С вами не общается с вами. Да, надо молиться. Это так подействовала злая судьба. Если вы не будете молиться, она так и не будет с вами общаться. Можете всю жизнь не общаться. Но если будете молиться, то за два года где-то вы отмолитесь ситуацию, и она начнет общаться. У меня уже три года не общаться с ним. Еще два года. Ну, еще два года таких очень тяжелых. Потом есть вероятность улучшения ситуации. Но вы должны тоже понять, что любви, принципы мешают любви. Можно с ней хитрить и сказать, что да, я не виновата, неправильно сказала насчет отца. Ради отношений можно просто эту правду как бы убрать из своей жизни. Сказать, что да, я виноват. Не он, а я виноват. Давай общаться. То есть, если на принцип человек идет, то он разрушает свою жизнь. Мы говорили, что любовь, она или правда, или любовь. Надо выбирать одну из двух. Если ты правду, как бы за правду, тогда любви не будет. Если за любовь, тогда, значит, правды не будет. Они друг с другом в семейной жизни не соединяются. Эти два показателя. Ну, когда плохой период, то суши весла. Когда хороший, греби. Как понять, что плохой период? Как понять, что плохой период? Самый простой способ, это по своим мыслям. Вот, допустим, когда у человека хороший период, он вообще думает обо всем, о жизни ему хорошо, кроме себя. Вот он обо всем думает, кроме себя, когда хороший период. Он такой, ай, ну хорошо, он такой, классно. Обо всем, кроме себя думает. Когда плохой период наступает, человек думает только о своей жизни. И если очень плохой, он даже ночью спать не может, постоянно думает о своей жизни. Вот это, значит, плохой период. Ну, значит, у меня такой, очень-очень, очень хорошо. По отношению к своему, скажем, я понимаю, что нужно было методичку, я уже поняла. Почистить еще этот тонал, ну что... Да, то есть надо понять, что в целом все примерно у всех все одинаково. То есть есть три слоя жизни. Есть психофизический, есть социальные связи с людьми, есть духовные. И нарушения на любом из них разрушают жизнь. В основном 80% всех нарушений на психофизическом слое. Мы копим блоки, они влияют и на судьбу, и на качество жизни, и на здоровье, на отношения, на мышление, на все, короче. И если ты их очищаешь, все восстанавливается. Ну, и это настолько сильно меняет жизнь, что вы даже представить себе не можете. Вот, допустим, ну, мне 58 лет, и я вижу, как за последние 8 лет все мои друзья, знакомые моего возраста, они отстали от меня во всем. То есть они такие уже, Олег, привет, как ты живешь? Ну, то есть уже все, как бы, я вижу, что они все уже в ауте. А я как бы летаю, у меня все классно, потому что я все эти аскизы делаю. И организм человеческий настолько благодарен, когда, если ты правильно живешь, он настолько много может. Вот, допустим, ну, то есть мне сейчас без труда просто залезть в прорубь и просидеть там 5 минут легко. Вообще без всяких проблем. Или вот я сегодня пробежал, когда я добегал свои 17 километров там, в этом местном спортивном клубе, то все местные, кто туда ходит, они все постоянно смотрели на меня. Потому что они не поняли, как можно так долго бежать. Потом со мной фотографировались там все. Вот. Ну, то есть я час 50 непрерывно бежал на беговой дорожке в достаточно быстром темпе. 17 километров с половиной пробежал. Вот. И это, ну, если бы это молодой человек делал, тогда понятно. Ну, а мне 58 лет, почти 59. И не поняли они как бы юмора. Как так можно? А это все просто знание. Если человек правильно живет, то у него не только там какие-то он там может тренироваться подолгу, а вообще все препятствия разрушаются в жизни. Все преграды можно преодолевать благодаря правильному пониманию, как жить. И даже для Бога можно много сделать, если ты в здоровом теле здоровый дух содержишь. Потому что если тело больное, психофизическое тело, то дух тоже страдает, потому что он не просвечивает сквозь эту психику больную. Человек не молиться нормально, не может, не жить, если он больной. И все-таки есть возможность, что как-то вы занимаетесь собой, это может повлиять на то, что у сына, там, присягнут, на тот период, и что-то произойдет. А это уже другая тема. Это называется три круга судьбы. Вот у вас есть судьба, и когда сыну плохо, вам тоже плохо. Это значит, что это часть вашей судьбы. Вы когда молитесь, то сначала вы промаливаете все, что внутри вашего сердца. Вот у вас внутри становится спокойно. Вы верите, что у сына все будет хорошо. Ну, у вас все чисто по поводу сына, вы вообще не нервничаете. Это первый круг судьбы. Но это не значит, что у него станет хорошо. Потом вы очищаете связь свою с ним. Вот ниточка, это значит, что меняются ваши беседы, разговоры. Он начинает вас слушаться, если вы очистили второй круг судьбы. У вас появляется знание, что ему делать, чтобы поменять свою судьбу. На втором круге судьбы социальная сила в отношениях с сыном становится очень сильной. Влияние на него становится очень сильным. А на третьем круге вашей судьбы у него меняется внутри все. И он становится другим человеком в том вопросе, который вы промаливали. И так во всем три круга судьбы. Допустим, муж бросил. Первый круг судьбы мне стало спокойно внутри себя. Второй круг судьбы я уже по-хорошему думаю и общаюсь с ним, мы дружим, но он там живет с другой все равно. Третий круг судьбы промолила. Он полностью осознал свои ошибки, понял, что зря бросил. И там происходит два всего варианта. Если ты свою судьбу промолила полностью, то или он вернется, а у него есть выбор не вернуться. Он может сказать, нет, я не вернусь. Спокойно, потому что Бог не лишает никого свободы выбора в жизни. И если он сказал, я не вернусь, в эту же секунду садится на белого коня другой и скачет к вам уже все. Потому что Бог вас никогда не оставит без близкого человека, если вы уже решили все вопросы своей судьбы. Важно их решить. Люди часто думают, что из-за него там все. У вас есть своя судьба. Вы ни от кого не зависите в этом мире. Вы решаете все с помощью своей судьбы. Если свою судьбу вы промолили, этот не хочет, другой захочет. Бог даст человеку. У Бога мужиков завались, просто вас не положено по судьбе. А потом, если положено, то вот он, блин, хоть там с другого части земли приедет к вам. Понимаете? То есть, у друга судьбы действует. Сначала от печали до радости реки и горы. Тебе кажется, что никогда не сможешь. Но первый круг судьбы победил. То от печали до радости ехать и ехать. Ты уже начинаешь включаться в отношения все-таки. То просто понимаешь, что надо ехать и ехать. А потом третий круг судьбы уже. Наша встреча награда. Мы вместе опять. То есть, от печали до радости одно лишь дыхание. От печали до радости рукой подать. То есть, так человек с помощью молитвы может побеждать судьбу, преодолевать все эти препятствия и все убеждать. И я этим занимаюсь уже много лет. У нас большой опыт есть. Ретриты победы над судьбой. На ютубе можно просто бесплатно скачивать. Ретриты это что такое? Я сначала поговорим о молитве с людьми. Потом я настройку даю. Потом люди час молятся вместе со мной. Вы можете тоже пробовать. А потом дальше разбор полетов. И так вот три часа. И если вы это изучаете, то можно потом тоже стать специалистом в победе над судьбой. Потому что просто читать молитву не получается. Это особым образом надо все это делать, чтобы она не просто шла там, допустим, в твое служение Богу, в твою любовь к Богу, а чтобы еще судьбу побеждала. Для этого надо уже учиться. Потому что молитва может побеждать судьбу. Но для этого надо этому учиться. И если ты умеешь, ты можешь реально промаливать любую ситуацию без проблем. Там три месяца, четыре промолился и все. Куда? За границу. Куда? И в Америку или в Европу. Конкретно. Ну, сейчас он в Европу подает. Конкретно. Польша, Германия. Как зовут? Чарлида. И в Польше ничего не получится. В Германии нормально. В Америке будет очень тяжело. В Англии более-менее нормально. Каждый человек своя судьба. Вот в Польше у него ничего не получится. В Америке он даже туда не попадет, мне кажется. С Польши уже отказа, что он теперь в Англии или в Германии? Да, ну и в Германии отказа не будет. В Германии лучше всего, Англия средняя. Америка даже туда и не попадет. Остается в Германии. В Англии. Ну, ты хочешь приехать один? Если он один уедет, полгода пройдет обычно. У женщины есть обычно полгода, чтобы переехать к нему. Если полгода проходит, вы не приезжаете, то, скорее всего, у нее будет другая. И у нее потом появится другая семья. И все. До свидос. А если у вас не будет возможности, что вы не приедете, то я сам буду... Мои хорошие, вот можете, вот что хотите мне, говорите. У мужчины есть определенные возможности, чтобы не разрушить свою семью. У вашего мужа, каким бы он хорошим мужиком ни был, таких возможностей где-то на восемь с половиной месяцев. Если через восемь с половиной месяцев вы не соединяете свою семью, то он находит себе другую. И все, и у вас как бы разрушается брак. А там можно объяснять все, что угодно. Допустим, человек мне говорит, Олег Геннадьевич, вот у меня запор третьей сутки уже идет. Я говорю, если вы тужитесь, ну как бы по 15 минут в день, то на третьей сутки вылезет геморрой. Он говорит, ну мне надо же как бы какать. Я говорю, ну пожалуйста, клизмы там все, а я не хочу клизмы. Ну тогда еще что-то пытать слабительно, а слабительно не помогает. Ну тогда геморрой. То есть вы если тужитесь вот на третьей сутки, то вылезет геморрой. Он попробовал вылез. Говорит, а как теперь назад? Я говорю, я не знаю. Назад он иногда сам залазит, иногда нет. В зависимости от того, насколько сильно вылез. И он говорит, надо было, наверное, мне как-то вас послушать и все-таки сделать то, что вы сказали. Я говорю, наверное, да. А можно вообще объяснять, что хочешь? Что у нас не получится. Все зависит от ваших усилий. Просто если вы поняли, что вот человек сейчас разваливает вашу семью, значит, надо или найти способ переехать, или чинить препятствия к этому. Не давать ему уезжать, значит. Я говорю, да, получается, у нас трое лет. И не только препятствия с вами нет, как у меня есть. Вот. Это означает что? Это означает, что ваша семья уже благополучно разваливается через это событие. И вам не в ваших интересах ему рассказывать, в какую страну ему лучше ехать. Например, если он подаст в Америку, вы должны обрадоваться. Потому что у него там ничего не получится. Значит, вы время уже оттягиваете, это плохого периода. А у него на то, чтобы переехать по судьбе, есть всего полгода. Если он за семь месяцев не переезжает, значит, останется здесь. Вот и тяните резину там. А можно еще послушать лекцию по семейным отношениям и правильно себя вести, улыбаться, краситься, радоваться мужу. Когда он заходит домой, можно вот так вот. И тарелка вылетает, из рук разбивается. Удивилась сильно, что муж зашел. Он такой, а ты что с тобой? Ты говоришь, это так у меня получилось. Не знаю почему. Я тебя увидел и так обрадовалась, что тарелка разбилась. Он говорит, нифига себе, это так, жена мне радуется, ничего себе. Будет думать об этом, конечно. Он спрашивает, ты не разыгрывала меня? Нет. Как... У меня жена, когда обижается, я сразу подхожу, говорю, прости меня. А сам, ну, не чувствую себя виноватым. Просто я это для любви делаю. И она потом в лекциях узнала, что я не чувствую себя виноватым. И подружка сказала. И она говорит, а ты не чувствуешь себя виноватым? Ты на лекциях говори. Я говорю, а вот сегодня чувствую себя виноватым. Она говорит, да. Ладно. А я вру. Потому что для любви можно врать. Ради любви можно обманывать, играть с близким человеком. Ей вот так понравилось, что я всегда извиняюсь. Она счастлива. Я вот к ней подхожу, говорю, это нормально, что у нас в семье один человек всегда виноват, а второй всегда не виноват. Она смотрит на меня, говорит, нормально. Ну, конечно, кто еще? Ей же не хочется быть виноватым. А я по лекциям все делаю. Я сегодня, когда пробежался у вас, ко мне там из фитнес-центра подошел один мужчина и говорит, вот вы по семейным отношениям лекцию читаете. А правда ведь, что женщину можно бить свою жену? Вот. Я говорю, можно. Но только один раз. Он говорит, а почему только один раз? Я говорю, потому что она от вас сбежит и второго раза не будет. Так можно. Так, мандарин-то мы забываем все время тебя. Такое изменение, можно сказать, что у меня переезд, какой город, у меня, это я буду, вместе с жительством, вместе с работой, но как нам... Какой город-то? В основном. В Брюссу. Нормально у вас там все, классно, хорошая судьба. Ну, сейчас у нас это может быть нормально, у меня сейчас паника, у меня ручность, и у меня сейчас... Ну, вы женщина. Ну, меня всегда только... Вот женщине даже в другую квартиру переехать, и то паника. Она там все обжила, все расставила, привыкла. Это требует у нее очень много времени, сил, она все привыкла к этому. То муж говорит, все переезжаем, она. Куда переезжаем, никуда я не хочу переезжать. Ну, потому что она уже там все, гнездышко свела, ей нормально, она там чуть-чуть все хорошо. Ей столько сил потратила на эту квартиру, там все расставила, все прибрала, по полкам разложила. Все требуют столько времени, сил. И муж говорит, все, переезжаем, она. Никуда мы не переезжаем, мне не нравится та квартира. У меня такая ситуация была, надо было переезжать прямо в одном поселке, в другое место. И, ну, как бы, я уже снял там другое жилье, поближе к работе было у меня. Вот. Жена говорит, я не поеду, мне здесь нравится, там не нравится. Я говорю, ладно, давай так будем. Я буду там жить, а ты здесь. Она говорит, давай. Ну, я туда пошел переезжать, переехал. Она говорит, я с тобой поеду посмотреть, как ты там живешь. Все тебе расставить по местам, ты же ничего не соображаешь в этом. Я говорю, давай. Приехала, она мне все разложила, там прибрала все. Я, говорит, здесь посплю. Я говорю, ну, поспи. Поспала, потом говорит, и ладно, я туда не поеду уже. Все, здесь живет. А я и знал, что так будет, у меня даже не было сомнений. Потому что я знаю женскую природу. Если ей сказать, нет, мы переезжаем, она потом будет страдать, мучиться. А так, она сама взяла, посадила, посмотрела, репу почесала, походила, посмотрела. И потом ей там так понравилось, говорит, хорошо, что я переехала сюда. Там было хуже жить. Вот и все. И поэтому вы мне говорите, я волнуюсь. Конечно, будете волноваться, потому что вы женщина. А? А у женщины все связано с психосоматикой? Вот все связано. То есть вы, меня спрашивают про боли сейчас, а не при переезда в Астану. Вот это женская логика, понимаете, она начинается с переезда в Астану, иначе заканчивается геморроем. Вот. То есть мы поговорим про ваше здоровье сейчас, да, получается? А почему вот в самый ответственный момент все появляется? У женщины всегда все в самый ответственный момент появляется. Вы же знаете эти все анекдоты женские. Как бы... А про еду получается? Жена беременная говорит, хочу яблоко. Он раз метнулся, там привез. Она говорит, не хочу яблоко. Хочу мандарин. Раз метнулся, мандарин привез. Не хочу мандарин. Хочу говно. Раз метнулся, привез, короче. Она такая посмотрела, говорит, не хочу. А что теперь, говорит, с ним делать? Сам ешь. Понимаете? Вот это женская природа такая. То хочу, то не хочу, то вылезла. У женщины всегда все с болезнями связано. Вот если, допустим, она работала где-то. А тут в декрет. Раз посидела в декрете, привыкла дома. Женщина всегда, где привыкает, там и все. Ее уже не оторвешь от этого места. Она привыкла дома, уже надо на работу идти. И она вот не хочет внутри на работу. Муж говорит, на работу. Он говорит, ладно. И потом пришло время на работу, раз у нее то понос, то золотуха пошла, то голова болит, то еще что-то. Это все у женской природы так работает. Женский организм всегда очень чувствительный. Если что-то женщине не хочется, это все превращается в болезненность. И у женщины вообще есть три стадии заболевания. Первая стадия больна, называется. Вторая очень больна. А третья вдова. Муж уже сдох, потому что она его своим болезненем достает всегда. А она все еще больна. Понимаете? Вот и все. Вся женская природа, вот в этом все, как бы, и секрет женского тела. Женщина всегда болеет постоянно. Что не так, у нее все всегда болеет. Постоянно. Теперь вы хотите знать, что делать или почему? Почему я вам сказал? Потому что в женском теле находится. Что сразу болеет тело женское? Что не так, сразу болеет все. Что делать? Ну, понятно, что уколы. Врачи могут сделать уколы, могут не делать уколы. У них только два варианта лечения. Вот. Могу делать уколы. Ну, а если не уколы, тогда что? Ну, могу не делать уколы. Все, вот все лечение. Вот. А если говорить по-серьезному, то у вас поражен второй психический слой. Это слизистые, кожа. Да? Там обострение идет. А, но в микрофон-то вы это говорите. А что вы выхватываете микрофон? Я с человеком не закончил говорить. Вы так бескорыстная такая, да? Вы так, бескорыстная такая, да? Пояснище-корресовое отделе. Грыжа в пояснище-корресовом отделе. Да. Это четвертый слой уже психический. Там на четвертом слое у вас находится сильный блок статического напряжения и блок динамического напряжения. Он старый. А вот блок статического напряжения у вас от беспокойства возник. Вот это вот с переездом, это беспокойство связано с настроением. Настроение находится на четвертом психическом слое. У вас начало настроение меняться, то хочу ехать, то не хочу. Все меняется постоянно. Вы метаетесь, потому что вы привыкли к этому месту. А когда статическое напряжение начало возрастать, то это привело к воспалительным процессам позвоночника. Там уже давно он уже больной. Но воспаления не было. А сейчас воспаление. И оно побеждается чем? Надо убрать статическое напряжение. Для этого надо 28 градусов, 70 минут сидеть в воде. Хотя бы 52 минуты. Потому что 56 минут. Потому что 14 минут один слой очищается. Надо до четвертого дойти. Значит, как минимум 56 минут. 28 градусов вода. Два раза в неделю в ванну принимать. Или в бассейне плавать. А соль не будет? Не надо. Вот. Ну, можно, в принципе, и соль. Там, потому что динамический блок тоже есть. Соль, она динамику лечит. Вот. Потом дальше делать статические упражнения. В стеночке встала и учиться, пытаться стоять 52 минут. Будет трудно очень. Но надо пробовать. Вот. И это 2-3 раза, 4 раза в день вот возле стеночки 52 минут. И уже как, если вы это начнете делать, то через где-то 2-3 недели уже спад пойдет вот этого самого напряжения. А блоки эти пробьются только через 7-8 месяцев. Но если к этому еще добавить длительную ходьбу, чтобы динамическое напряжение убрать, это надо 3 часа 20 минут ходить раз в 6 дней. То тогда у вас вообще вся эта болезнь начнет лечиться. Вот. И вот этот позвоночник, само когда организм будет его лечить, само лечение занимает, ну, где-то полгода, наверное. Будет ныть просто там. Ныть. Не болеть, а ныть просто. И потом вообще все вылечится, позвоночник будет здоровым. У меня из-за того, что я летаю, у меня поясничный отдел позвоночника очень сильно был больным. И когда я прочистил блоки у себя в организме, пробегал где-то 4 года и статику делал, то у меня на 4-м слое, там где поясница, началось лечение. У меня позвоночник ныл 3 года. Сначала в центре, потом дальше, дальше. И вот так все болело, каждый позвонок ныл, ныл. Я уже устал от этого. Думаю, когда же он пролечится, скотина? Вот. Постоянно ныл позвоночник из-за того, что я... Постоянно вибрации, они же идут в поясницу все на самолетах. И у меня из-за перелетов он все больше и больше становился больным. Но я этого не знал. А потом, когда лечение началось, он начал ныть. После каждой пробежки ноет. И потом пролечился, сейчас бегаю, как конь, ничего не ноет. Все. Ну, то есть, это долго, много времени заняло, но зато сейчас у меня вообще ни поясница никогда не болит, и отлично все. Понятно? То есть, нужно принять судьбу сначала, что будет переезд. Ну и заодно вот статику, динамику лечить. Вообще, всех это касается. Сегодня я не болею, завтра болею. Это все зависит от периода в жизни. А как бы лечиться в тот момент, когда тебе надо уже в реанимацию ехать. Это глупо. Доктор говорит, а чем мы, как бы, чем мы не туда поехали? Реанимация же в другой стороне. Доктор сказал, морг, значит, морг. А чем мы едем вперед ногами? Я же еще живая. Ну, перед ногами едем, потому что еще не приехали. Понимаете? Чтобы врачи так себя не вели, надо лечиться заранее, понимаете? А не в последний момент. А лечение настоящее, это не таблетки пить, уколы делать. Это профилактика. А профилактика означает организму дать энергию, необходимую для лечения. Вот, допустим, вам кто-нибудь говорил, почему вы болеете вообще? Вот почему организм не имеет возможности вылечиться? Почему? Почему? Вот врачи говорят, у вас слом регуляции произошел. Да нет никакого слома регуляции. Организм создан Богом. Это совершенная система. Она может восстанавливаться до 80, там, до 90 лет спокойно. Единственное, что вы должны понять, что человеку не хватает для восстановления только энергии. Эта энергия всасывается через аскезы. Вот, допустим, в организме действуют три вида энергии. Энергия воды, энергия солнца и энергия воздуха. Они все всасываются даже без контакта с водой, с воздухом и с солнцем. Это называется психический план. Энергия воды всасывается, когда человек находится в воде, когда он делает статические упражнения. Вот он не двигается, энергия воды всасывается в организм. Чем старше человек, тем меньше организм сам может всасывать энергию воды. Вот в детстве не надо делать никакие статические упражнения. Вода всасывается сама, потому что ребенок маленький, и у него все сильно-сильно включено. Но чем старше человек, тем тяжелее все само всасывается. И уже надо заставлять организм всасывать энергию, чтобы он лечился, жил. Для этого с возрастом надо делать статические упражнения, чтобы энергия воды всасывалась. Чтобы энергия праны всасывалась, нужно длительное движение совершать. И причем надо понять, что я хожу каждый день по часу, а у меня все равно колени не лечатся. А колени лечатся после 2 часов 40 минут ходьбы, потому что это третий психический слой. Если ты на полтора слоя ходишь каждый день, то энергия до коленей просто не доходит. Еще 2 часа 40 минут ходьбы дает возможность колени лечить. А если ты хочешь позвоночник лечить, тогда 3 часа 20 минут. А если ты хочешь нервную систему лечить, тогда 4 часа раз в неделю. Но если ты 4 часа прошел, то лечится все сразу. Это максимум, что нужно для жизни. И чем старше человек, тем больше ему нужно это делать. Потому что с возрастом сама энергия не всасывается в организм. Все. Или всасывается очень слабо. Поэтому вы спрашиваете доктора, а я буду жить? И он говорит, я бы вам не советовал. Почему? Потому что ничего не всасывается. Но если человек реально хочет жить, он начинает делать аскезы, даже когда он уже очень пожилой, он может потихоньку все больше и больше включаться в аскезы. И восстанавливает свое здоровье таким образом. Понятно? То есть желание жить означает совершать аскезы. Вот посты не делаешь, значит будет лишний вес катиться и потом помрешь от опухоли. Потому что там 3 стадии. Первая стадия лишний вес, вторая доброкачественная опухоль, третья злокачественная. Все. Лишний вес есть, значит иди доброкачественную опухоль. Доброкачественная есть, значит иди вздолокачественную. Длокачественная есть, значит готовься к земле. Понятно? А это побеждается длительным движением и постом, склонность к онкологии. Надо уменьшить и потом перестать есть мясо, рыбу, которые дают токсины и депрессивность в организме. Вечером очень следить после 6 за своим питанием, не есть ни зерновую, ни бобовую пищу, ни молочную, ни сладкую по вечерам. Можно есть фрукты, сухофрукты, овощи тушеные и сырые. Можно здесь зелень, орехи, ни зерновые крупы такие, как там гречка, кинуа, амарантовая крупа. Вот это все можно по вечерам. Сколько, ну сколько хотите, сколько влезет. И никакого атеросклероза там, никакого ожирения, никаких рака никакого не будет. А? Ну максимум 4 часа, раз 7 дней. Раз 7 дней. Ну за день сразу надо идти. Если вы, допустим, один раз прошли 15 минут, у вас прочистилась треть одного слоя. Вы потом в следующий раз прошли 15 минут, опять то же самое прочистилось. Дальше ничего не чистится. Чтобы дальше чистилось, надо идти непрерывно, не останавливаясь. Если вы писать, остановились, чистка чуть-чуть отошла назад, потом опять пошла. А если покакать, остановиться, она может уже закончиться. И заново все начнется. Мои хорошие, вот вы можете у меня сколько угодно спрашивать, и я буду просто зря тратить ваше время. Потому что все это написано в методичке, и гораздо лучше и подробнее. Вот вам хочется узнать от меня, как чистить, что чистить. Все уже есть. Просто скачивать методичку и изучайте, работайте, занимайтесь этим. Все. Если вы говорите, а я все равно боюсь, потому что у меня тяжелые заболевания, я боюсь сама. Ну хорошо, у нас есть консультанты, 6 тысяч рублей платите, и он вам месяц будет вас вести, рассказывать, что делать там. Вопросы будете по WhatsApp ему задавать. А если вы говорите, а я не доверяю им, ну хорошо, тогда платите 26 тысяч рублей, и я протестирую все ваши блоки, там диаграмма будет вам нарисована. И потом консультант будет уже вас консультировать по тому, что я сделал по моей работе. Но все равно придется не со мной, а общаться с консультантом. Поэтому есть разные варианты, как действовать. Можно самому все делать, можно с помощью. Если боитесь, ребенок маленький, допустим, тогда консультацию взяли и делаете, помогаете им. Но если вы думаете, что я вам что-то другое скажу, то другого ничего нет. Здоровье лечится как раз кезами. Все остальное это подлечивание. Таблетки попила, воспаление ушло. Только начала жить. Что происходит? Когда человек начал действовать, организм тут же опять начинает воспаление, означает лечение. Почему же хроническое воспаление возникает? А потому что не хватает энергии. Вы ремонт, допустим, дома начали делать, денег не хватает. У вас хронический ремонт. Если денег не хватает, тогда быстро можно все сделать, весь ремонт. Понятно? Так же в организме тоже. Он всегда хочет лечиться. Организм всегда хочет лечиться. Но не хватает энергии. А вы не поставляете эту энергию. Начинаются хронические воспаления. Вы гасите лекарствами. И канцер зашло, говорит, все, хватит ремонт, все стоять. Так, все убрать, все, чистота. На виде порядок. Раз, как бы, ФСБ ушло, вы такие, опять ремонт будем делать. Пошли они нахрен все. Мы хотим ремонт. И опять бардак пошел. Опять ФСБ потом антибиотик выпил человек. И опять все, стоять, никакого ремонта. Все очистить в помещении. И так постоянно идет борьба между желанием организма лечиться и тупостью человека. Потому что, если вы хотите по-настоящему лечиться, надо совершать аскизы и давать энергию организму. Потому что, если он начал лечиться, значит, ему надо. Не надо это останавливать. Это надо переводить в правильное русло просто. Я начал бегать, и у меня начало ныть колено правое. И ныло полгода. Мне друзья говорят, Олег Геннадьевич, вы же не знаете вообще, что при беге происходит с пожилыми людьми. Вы уже в возрасте, вам 50 лет. Я говорю, что происходит? Он говорит, что чашечки стирают? Вас потом будут заменять, просто заменять будут колено искусственно поставить. Я говорю, ну ладно, буду дальше бегать. Говорит, ну вы такой упрямый. Я просто неупрямый, я просто знаю, что там на самом деле происходит. Прошло полгода, колено перестало ныть. И до сих пор нормально. Потом тазобедренный сустав правый начал ныть. И ныл 4 месяца. Потом левый, потом левое колено. Потом оба голеностопа. Потом долго-долго поясница. Потом остальное позвоночник. Все проныло, ничего сейчас не болит. Я думаю, что у меня все стерлось. И теперь уже ничего не ноет, потому что нечем уныть, и все стерлось. Сейчас бегаю, отлично, все классно. На самом деле все просто восстановилось, понимаете? Потому что организм восстанавливается, если ему давать такую возможность. Есть острая боль, это опасная боль. А есть ноющая боль. Ноющая боль это лечение. И надо любить эту боль и давать возможность организму лечиться. Все. И делать это надо, подбрасывая в топку дрова. То есть надо давать организму энергию для лечения. Это длительное движение, неподвижное положение тела и пост. Пост всасывает энергию солнца. Когда человек постится, энергия солнца для чего нужна? Она убирает токсины из организма, убирает лишний вес, убирает опухоли, убивает хронические инфекции, убирает любые нарушения, обмена веществ. Все это солнечная энергия делает. Говорит, у нас нет здесь, в Ак-Тюбинске, солнца. Солнце есть везде. Это тонкая энергия солнца. Даже на полярном полюсе, если человек постится, солнце будет заходить в его организм. Потому что мы в солнечной системе находимся. Понимаете? Есть тонкая, невидимая энергия солнца. Понятно? И когда организм наполняется солнцем, то дальше солнце идет в психику. У мужчин это называется жизнерадостность. А у женщин означает красота. Вот как наполняться энергией солнца, если солнца нет? Сейчас будем песню слушать. Можно просто любить людей. Если человек людей любит, он тоже солнцем наполняется. А еще что это значит? Значит, солнечные. Есть на санскрите такое слово лалу. Лалу означает солнечный, красивый, любимый. А у нас есть ляля. Лялька моя. Лялька означает любимый ребенок. Или солнечный ребенок. Красная означает солнечный. Означает, что девушка, она когда любит людей, наполняется солнечной энергией. Жизнерадостность у мужчины, а у женщины красота. У нее щечки красными становятся, глаза горят. Это солнечная энергия любви. Она наполняется этой энергией благодаря любви к людям. Не потому, что она мечтает замуж, а любит людей, что-то улыбается, радуется им. Но женщина радуется означает любит, обожает людей. Вот это ее радость, жизнерадостность женщины. А у мужчины жизнерадостность означает хорошее настроение. И так выйду на улицу, солнца нема, но я солнце получаю через красных девок, которые меня с ума сверли. Тебе не поможет. Все равно надо что-то делать с этой энергией. Надо радоваться, танцевать, петь. Видите? Все в народных песнях, все говорится о том, как надо жить. Радоваться людям. Получать энергию солнца, отдавать. Если там у тебя все плохо, с радостью постись. Если ты опечалился, один остался, постись тогда. Убирай грусть, тоску через голод. Солнечная энергия будет аскезой втягиваться тогда. Так ты ее втягиваешь любовью к людям. А если плохой период, то у тебя депрессия, уйди. Уйди, старушка, я в печали. Тогда, если у тебя депрессия, тогда нужно поститься. Постился, потом колбасы из-за холодильника достал. Даже он так, шу. Вот. Ладно. Вопрос. Можно я внула? Ну, что, мои хорошие. Прекидайте, а я не сюда покажу, да? А кому я в мандаринку не кинул, кто со мной говорит? А я тебе, что я нашла, какую двое детей? Еще одна. Еще одна. Все, поймала? Или нет? Я не кипал. А что за хранение? А что уж я вам прямо кинул? Отдайте ей. Я так всю лекцию буду кидать ей. Дмитрий Ильич, если бы что противуешь, что-то у него есть и отверг, и отслужение, и два, и семь. Все, поймала? Дырявые. Я так. YiI evolutionary сulu нет. Иной запада. Вы cosine.